так какой сегодня день недели кто в среду приходит на стримы элита лучшие люди всего мидгора приходят на стримы по средам чтобы сделать то чего не делают другие люди которые не приходят на стримы по средам энтони мэтью в чате пишет ребята мне пойти пока эти ли подписать час ну как сказать есть древняя поговорка на эту тему смотри и не бы не реки таки буль-буль-буль караки шмаки энус бэнус краснодеус бац ну короче получилось что покакать даже если не хочешь будешь какать приступай и так тон для тех для для стрима задан райли рейд уже есть в чате поэтому можно приступать мы сегодня с либерастом немножко поговорим про резиденты вил 3 вольном формате на похуй потому что нам похуй да и вам тоже похуй и поговорим о том что модерн варфэр добавили скин на кого на путина на путина добавили скин зэк короче это не шутка в модерн варфэр можно купить скин на путина вор в законе наконец-то подъехала реалистичность хоть какая-то в калавдусе все ждали долго где же этот суровый военный реализм наконец-то можно путина одеть как воры спасибо большое за это так потери пакетов вообще на стрим хотел еще позвать лишь шевцова нам занят потому что он собирается купить какой-то китайский телефон себя для того чтобы потом рассказать про китайский телефон мало кто может понять этот алгоритм приветствую ребят я перезапустился в более демократичным битрейте скажем так более демократичным разрешение чтобы ни у кого ничего не лагало короче доброго вечерочка еще раз всем располагайтесь бля теперь потери пакетов минус 2000 процентов что мне думать чё за хуйня происходит тебя слышно нормально чё за хуйня с миксером происходит опять пидорас какой-нибудь типа ninja или шаралда стриме то у них серваки не выдерживают да опять как какая-то гниль отнимают у меня за стандартный первый свой дупельгенгер зарплату задерживают так что чуть-чуть но понятное дело что заплату задерживают потому что я тоже на месте работодателей задерживал бы зарплату хотя фанаси всего время получает потому что я не на месте работодателей и на своем месте спасибо большое дупельгенгер оу е это застандартная инвестиция смерт твоим динатом сегодня среда таков закон с уважением закона нет мы его прогибаем под себя короче закона путина слабовато похож но уж насколько можно было чтобы как позволяла политкорректность и так либерталия давай приступим с тобой к обсуждению резидента сейчас был донатом благословен вы понимаете что это значит это значит пришло спасибо раздвинуть карман для моих могучих 50 рублей мощь и даже не пытайтесь увиливать вы под прицелом с меня раздвинуть карман это ко мне раздвинуть карман это то что я умею и так короче я прошел игру полтора раза либераха прошел ее у сколько 8 чё ну смотри упрощенный стандартный хардкор два раза кошмар от андрей и два раза стандартный ты меня сегодня приятно удивил поставив лайк под моим сообщением в своей группе валоран спасибо жизни разу жилек не персонажа саги знаешь почему срисована с хентая куно и ч2 а вот тебе отрезок на youtube чеки без сметанки сравни ссылка удалена я сравнивать не буду я и так знаю что валорант это продукт творческой импотенции ну это творчески импотентная игра я наверное про это видео сделаю но потом меч финалка больше интересует может быть завтра если я буду чувствовать себя хорошо начну писать небольшой сценарий про валорант и так дамы и господа либераха прошел резидент и вилл восемь раз почему ты прошел его восемь раз объясни нам но во первых мне хотелось посмотреть что там на высоких уровнях сложности на кошмаре на аду так но для этого достаточно двух раз и все я все бы я просто решил испытать все эмоции которые может подарить эта игра так потом еще надо было там для видео два раза пойти по каком уровне сложности тебе понравилось больше всего с честный уровень сложности честный вот именно который знаешь дает тебе челлендж но при этом честно это хардкор и кошмар наверно потому что от это просто усложненный кошмар то есть там не появляются новые враги насколько я помню они просто становятся агрессивнее и собственно все и там кое-где там знаешь там уже ты начинаешь откровенно чизить игру то есть на самом деле даже на кошмаре ты уже не можешь адекватно некоторые моменты проходить тебе необходимо ее давай давай для наших самых маленьких зрителей сначала вынесем вердикт резидента вилл 3 говно или не говно серьезный разговор я взошел с козырей не говно а мой взгляд я тоже считаю что это не говно хотя это конечно игра гораздо слабее чем резидента вилл 2 но она тем не менее хорошая качественная добротная им от нее можно получить удовольствие я так считаю я прошел ее полтора раза я никогда в нее скорее всего не вернусь потому что я не вижу ни одной причины возвращаться у нее сейчас у нас донейшн есть пока донейшн есть надо на них отвечать спасибо мэрэшбери пока есть возможность на борьбу с печенегами и половцев да мэрэшбери спасибо что напомнил вам щедрым донатом про печенегов и половцев у нас же путин выдал сегодня великую фразу мы печенегов и половцев пережили пережил помните dark souls прошли пройдем я лить лично путин блять пережил и печенегов и пола вот лично он помню его на ванна вот навал выходил против хана мама я помню это библо он там левый фланг блять князя олега это самое вместе они воевали помню да перед перьяславлем пиздосским помню это сражение с печенегами когда язык загоняли еще на забор коли помню да там где масло горящие выливали на по помню да как вчера блять пережили печенегов господи вот ребят давайте мы уже короче есть только одна реальность настоящая все остальное эти вот все исторические отсылки это все конечно дегенератия ребят трилобиты пережили вообще все нахуй ледниковый период пережили и это переживем вон аллигаторы могут себе говорить чё ядерный удар наносит по амазонии ничего страшного метеор пережили и от переживем тираннозавров пережили и это переживем да нормально папоротники такие из угла выходит горит здорово здорово бро как 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 у как у вас жизнь вы уже в того вы уже второй доминантный вид на этой планете при котором мы живем вы точно доминантный вид это так тупо но типа это такая глупая фраза знаешь вот раньше путин апеллировал к моим родителям они кекались с него потому что но они у меня не очень умные да будем откровенно то есть но не самые умные типа путин сказал то что все мы теперь вирусологи типа жиза президент на одной волне с народом теперь даже эти люди уже не кекают с таких супер шуток смешных типа вся страна теперь вирусологи печенегов пережили и от пережим какой ты сук потешный а сделать что-нибудь а нет а денег то нет денег деньги потому что надо потому что по карманам распихивать ну типа мы поняли типа я президенты типа я с народом на одной волне шутка такая чисто для 40 плюс чисто батины юмор бля как как люди за него голосовали когда мне было восемь лет как они это избирали к ладно короче забейте спасибо дениска спасибо большой дениска так лохоть кто-то понимает как вирусы работают ну да что в этом сложного насколько я понимаю вирусов устраивают свое рнк в рнк клетки и типа и все и размножаются таким образом или разрушают клетку просто я могу конечно ошибаться но так или иначе чуть-чуть еще вирус может я не знаю просто я не вирусолог я так да батька ну в белоруссии такой же то есть я горит единовластный без меня страна развалится наступила сложная ситуация но короче сами решайте ахуеть вот вот мне в этом плане division 2 понравился в этом всю игру ищите президента я в начале игры задавался вопросом будучи человеком опытным нахуя вам это чему но типа в резиденты был не в резиденты вел а в дивизии втором там там тип апокалипсис и вирус тоже и они почему-то президента ищут в белый дом да нахуй вам нужен дегенерат и действительно когда президент появляется он выходит пукать микрофон и улетает обратно куда-то в никуда а ты не в курсе на что-то случилось посидим нет потому что делся бридал спецотряд зачем ну типа он там как-то связан с этим с черным бивнем который вот эта частная корпорация блять но если он блять ты президент страны предположим ты связан с черным бивнем но дальше то что какая разница то ну типа как бы а зачем это спросил сценариста короче президент в division 2 оказался бесполезным говном а его искали так как будто он что-то знает запомните президент это должен быть норма в нормальной системе винтиком а у нас россия типа супер президентская республика ну типа гибридная автократия и типа президент он такой силе он сейчас поможет наступил наступила сложная ситуация такой чук пук каникулы ну там разбирайтесь да а если вы не будете каникулы соблюдать массу штрафуем ну как бы печенегов пережили это переживаем я сильный власть да я я решаю проблемы да чук пук то есть он даже как блять как диктейтер не состоявшийся несостоятелен это же стандартная инвестиция мое первое спасибо за контент спасибо носки old за 300 рублей люди просят денег нахуй их мы я на самом деле еще рад ситуации может быть большее количество людей поймет насколько власть в россии коррумпированные бесполезно она не бесполезно если бы она была бесполезной оборадовался на вредоносной извините я просто перепутал люди которые занимают посты вредоносные чтобы они были бесполезны я такую ну ладно но бесполезные ну как бы ну ну еще жить можно эти блять вредоносные это же стандартная инвестиция я забойтился на видосы посмотрел кого я там я супер мутант брюнетка и правда была хороша как и обзор спасибо тебе спасибо тебе супер мутант за инвестицию то есть они до сих пор не поняли ну ты не поверишь но донация размером 140 миллионов человек у которой было очень плохое образование которую не учили фильтровать информацию у которых голова вот вот моей матери можно насрать мозг что угодно и она в это поверит вот просто факт она как каждое утро приходит и выдает какую-то мысль я спрашиваю чё про нтв сказали или где-то еще да если серьезный дядя блять в костюме с большими усами в телевизоре с плашкой ведущий тимофей пидорасов как тимофей пидорасов может уверенным голосом нести полную хуйню это же невозможно правильно это же тимофей пидорасов подумайте 10 раз у него плашка блять выезжает плашка его снимают с четырех камер как человек которого снимают с четырех камер который уверенным голосом в пиджаке несет хуйню как он может нести хуйню это же невозможно и вот 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 это старшее поколение они вообще не умеют это фильтровать у них просто голова этого прям ветер заходит и гуляет а ну на эти пролетят да 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 в принципе нормальная версия допрызни бы мы это эксперимент анунаков да да и там еще не вот на рэн-тв это делать дурку западного ученого он там что-то по-английски говорит про какие-нибудь там эти самые ископаемые а ему просто поверх русскую дорожку бы а дудаки были реально существовавший раз и живший будешь его притока нила они в определенный момент по неизвестным причинам вымерли от рака спида и а он там на самом деле про какие-нибудь вообще ископаемые говорил и наш да так такой перевод и есть да это ведь закадровый перевод великого канала рэн-тв как можно ему не доверять как это же стандартная инвестиция привет хорошего стрима спасибо большое макс пл кстати спасибо за инвестицию либо рах то есть ты считаешь что хардкор до хороший уровень сложности куда мы дальше типа тот идеальный но ты можешь рассказать что вот если ты помнишь какие-то конкретный момент можем разобрать конкретно там условного уровня или арена между я так все помню мне это сложно забыть вот то насчет люди говорили насчет вырезанного контента до которых как контента которого не было в оригинале который который был в оригинале которого тут нет насчет головоломок я думаю что их убрали потому что они хотели сделать боевик с высоким темпом и они решили этот темп не снижать по-моему зря конечно типа головоломки резидент что их можно было бы сделать как например ту же головоломку с камнями опциональными да насчет битвы с червем и clock tower мы не знаю тип невелика потеря у меня претензия к игре такая не месяц преследует тебя всегда по скрипту кроме первой локации он это не песочница в которой ты должен его избегать кроме первой локации как таковы ну смотри сколько у нас встреч с ними сам первая на локации с метро 1 нет и смотри первая после электростанция так потом после метра после окна настраиваем метро ну типа 2 энкаутер это считается то что там ты выбиваешь на чем можешь выбить второе улучшение для пистолета потом у нас идет когда мы забегаем в метро начинается погоня когда мы должны уйти в канализацию что да ребят здесь будут скорее всего спойлеры какие-то о минорные возможно спойлеры resident real которых там нет в реза 3-м резиденте нет reel уплачать господи ну то есть давайте посмотрим Products на ни в одном резиденте ну практически нет сюжета в седьмом резиденте артилу или а ну давайте так в четвертом резиденте есть немножко сюжета они ну наверное в седьмом резиденте есть немножко сюжета obstructed а в шестом резиденте и есть немножко Uncharted'а и, не знаю, ударов с разворота в ебало. В шестом резиденте там Лигер Суворска. В третьем резиденте буквально нет сюжета. То есть там набор событий. Все. Чтобы сделать геймплей интересным. И русский мужик Михаил Виктор, который легендарно стоически жертвует собой, потому что может себе это позволить. Нет, это вообще, на самом деле, мне понравилось. Минимально, но он знает, что он... Да, он сейчас донатов собакаря. Пиздец, как у меня интернет сосет. Я ему говорю, интернет, может быть, ты перестанешь сосать? А он говорит, не хочу. Я такой ас. Вливую минимальную месячную поддержку. А ты донатил альянсу врачей на СИЗ для больниц. Нет. Готов ли ты морально к тому, что возможно тебе будут меньше донатеть? Нет, морально к этому не готов. И мне не будут меньше донатить. А если мне начнут меньше донатить, я просто начну хуярить рекламу в видос. И я думаю, что после первых двух рассказов про то, какая у нас есть мрачная ролевая игра, просто аж пиздец, я думаю, что люди поймут куда лучше, куда лучше деньги давать. Дрюк, ты бы не делал обзор и вообще не играл в РЕ3, если бы у тебя не было канала, Данте. Нет, я бы, вот у меня нет канала, я бы сделал обзор. Конечно. Прихожу домой с завода, нахуй, и думаю, блять, надо обзор сделать. Надо сделать обзор. Данте, нормально все с головой или что происходит? Я не очень понял. Чего? Заценить киселька про супергероев? Зачем они скидывают пропагандонов, типа, ну, вас самого не заебало? Киселев несет чушь. Ой! Не знаю, я уже год не смотрю, наверное, что пойму. Короче, понятно, забейте. Киселев это, ну, как бы умственно отсталый. Мне, значит, поражает интеллект пропагандонов, ну, то есть, то, что они несут, это же, ну, типа, на какую аудиторию это ориентированно. Этот человек должен быть старше 40 лет, и он должен быть дегенератором. Да даже от 30 уже начинаю, в принципе, там работают. На некоторых, к сожалению. Не знаю, это такое. Оу, е! Это же стандартная инвестиция! Не могу остаться. Спасибо, доктор Глю, в любом случае, спасибо. Лучше был бы слешером. Просто держу в курсе. Хорошего стрима. Якул Двейн рефанднул после первых полутора часов, она меня вообще не зацепила. Дрю, что ты думаешь про DualSense? Я ничего не думаю про DualSense, мне на него похуй. Невероятно честное признание, мне на него похуй. Когда консоль появится целиком, я буду думать про консоль. DualSense, вау, геймпад. Вы знаете, DualSense похож на геймпад. И, скорее всего, это геймпад. И работать он будет, как геймпад, при подключении к PlayStation 5 или к ПК. И знаете что? Там нет цветных кнопочек. Почему? Вот это единственное, что меня беспокоит. Почему кнопочки не цветные? Потому что, например, в финалке есть некоторые QTE, где цвет кнопочек очень решает. Может, они светиться будут? Кстати, валидно. 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 Как тебе и что это такое? Ну, типа DualShock 4 это Джоттера в Стардасте, а DualSense это он в Крэйзи Даймонде? Ну, прикольно, ладно, хорошо, я понял шутку. Короче, я понял шутку, мне смешно, я смеюсь. Извините, я просто устал. Финалка до сих пор не пройдена. Это же стандартная инвестиция. Потому что она большая, сука, понимаете? Отправлены карантинные каникулы до конца мая. Спасибо, Грей Фокс. Да и хуй с ним. Вон моя зарплата уже на подходе. Я заданачу дрю вовремя. Спасибо, Грей Фокс. В смысле до конца мая, до конца апреля. И потом всех все равно выпустят, потому что экономика будет уже очень страглить. Так, Либераст, пока что донаты на паузе. Но вы донатьте, мы по этому пакам ответим. Хорошо, Либераст, значит, по поводу вырезанного контента, я предлагаю сойтись на мнение, что всем похуй. Кроме тех, кто играл в оригинал. Ну, смотри, там в чем проблема. Например, есть вырезанный контент, который делать довольно легко. Так. То есть там в оригинале, например, были больше костюмов, по-моему. И там были, например, костюмы, по-моему, Регины из Динокрайзиса, условно. А, так. Но его нет в игре. Я просто не с тем понимаю, в чем была проблема задизайнить костюмов большим. Потому что я так понимаю, что во втором резике, опять же, их просто банально больше. Нет, ну, костюмы меня вообще меньше все беспокоят. Нет, ну это меньше все беспокоят. Я имею в виду, что по сути ты реиграбельность здесь, не только за счет того, что это условно спидра, нежпрохождение, но и открытие. Магазин, опять же, он довольно вялый. Что мешало запихнуть в магазин, например, оружие и там из второго резика, то есть они ведь готовы, они работают на одном движке, на одних механиках. Ну, вот это тут... Причем была проблема их запихнуть. Да, ну смотри, мне многие сказали, что типа импакт на пистолете просран, но это неправда. Пистолет работает абсолютно один в один. Несмотря на каком пистолете, там несколько пистолетов. Ну, пистолет работает здесь один в один, но у зомби нет рэгдолла. Вот в чем разница. Пистолет стреляет так же. У зомби отключен рэгдолл, то есть он сделан более простым. Пистолет и все, что с ним связано, работает так же. У зомбля отключен рэгдолл, особенно когда их много. Я думаю, что они это сделали ради двух вещей. Чтобы освободить ресурсы под графониум, которые здесь, ну, типа, получше, чем... Ну, не то, что получше. Ну, там, кстати, знаешь, они используют очень много таких, как ты сам видел, они используют скрытых таких вещей, которые упрощают картинку в определенных местах очень сильно. Ну, да, ну, например, ну, красиво выглядит игра. И зомбей здесь чисто численно больше, поэтому они используют, я так полагаю, упрощенную модель их физического поведения. Плюс сама игра более темповая, поэтому они решили поступить это так. Это просто техническое решение. Ну, то есть некоторые говорили, что вот во втором рейзике зомби переваливаются через столы, там падают друг об друга, а здесь, типа, нет. А в этой игре есть ситуации, в которых зомбям надо переваливаться через стол или друг на друга падать. Ну, типа, друг на друга, это только если в каком-нибудь условно-полицейском участке, но это тогда бы, ну, мешало, мне кажется, видимости там. Там есть просто ситуации, там, можно ли сейчас объяснить? Там есть ситуации, если ты помнишь, что в полицейском участке, когда ты проходишь первый коридор, когда ты входишь, ну, вот, в левую часть, да, по-моему, условно, там тебя в коридоре встречает куча зомбей. Это вот тупо она мешала, на мой взгляд. То есть, если бы они навались друг на друга, ты бы не понимал вообще, кто из них где находится. Да, я же говорю, это из-за того, что у них новое, ну, новые условия. Это больше не сурвайвл игра, это экшн-сурвайвл, и сурвайвла там мало. Поэтому, ну, ты этих зомби разваливаешь быстрее, чем они. Это прикольно выглядит, когда она идёт на тебя, такая масса, и ты с Леором пыньк из пистолета, он такой, а мне похуй, идёт дальше на тебя, ты ему отстрелил ногу, он валяет. Сказать, тут тоже можно отстреливать ноги, некоторые писали, что нельзя, можно. 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 Ну, типа, в этой игре вырывается Карлос из-за угла, парирует зомби, из штурмовой винтовки отрывает ему ебалет быстрее, чем любой рэкдолл сработает. Я думаю, что они думали вот таким образом. Вспомни эпизод больницы, он бы сломался, нахер. Имеется оборону. Блять, он и так ломается, нахуй. Ты смотришь за зомбями, которые за больницей, и у них там анимации 30 фпс такие. Так там, в принципе, как только ты смотришь на зомби, которые дальше чем-то, условно, 10 метров, там анимация в 30 фпс. Да, я в обзоре сказал, это баг какой-то визуальный, я не знаю, с чем это связано. Пишет Нейруф, мне кажется ли анчик четвёртый лучше, чем все предыдущие? Ну, типа, да, ну, типа, нет. Это, я считаю, ну, типа, второй, четвёртый анчика, не эталонная. Второй, четвёртый. Первый анчик самый слабый. Для меня. Ну, это я говорю спустя 13 лет. Спустя 13 лет он имеет право быть слабым. Типа, 13 лет, камон. Ну, второй, четвёртый анчик, эталонная игра. Просто. Кстати, знаешь, ещё многие говорят, что потерялось чувство страха. И, с одной стороны, мне кажется, его тут не должно быть, как в оригинале. Просто я просто поставил оригинал, некоторые сцены, там нет чувства страха. В оригинале тоже, нет, в этом плане тоже в оригинале не было чувства страха. Там не было чувства страха. Там оригинал такой же, блядь, делает, короче, сука, оригинал делает тоже такой же акцент на экшен, как и ремейк оригинала. В этом-то и мем. Оригинал, блядь, это до смешного доходит. Оригинал делался на тех же ассетах, что и второй. Второй резин, да. И третий делается на тех же ассетах, что и второй. Они, сука, даже сделаны по такому же продуктовому сценарию. Это два аддона, блядь Это два аддона, которые продаются Ну, правда, я не знаю, как продавался третий резик Тогда в то время Но я знаю, что эта игра, конечно, должна продаваться Но я думаю, что за 30 баксов Вот как было бы нормально То есть 30 баксов в России 1000 рублей Вообще без вопросов То есть за 1000 рублей Прям Ну не за 2 О, ты мне напомнил А что должно скомпенсировать разницу Между тем, что эта игра стоит 2000 рублей И тем, что она очень быстрая И проходится за 5 часов Копротивление Цифровое копротивление Которое в обзоре мы не обсудили Я, блядь, ой, цифровое копротивление Я не хочу Ты сыграл после нашего Походу еще или нет? Нет, а зачем? Там все понятно за 2 матча Не знаю, может и за Кукулу заходил Нет, этот мультиплеер, который умрет через 2 недели Зачем туда заходить? То есть По сути Там 4 выживших Со своими перками Им надо пройти 3 арены 3 арены с зомбями А есть кукловод Гарик Бульдог Харламов Который ставит им зомбей Противников Чтобы усложнить им выход с арены И геймплей в том, что Ну ты как бы Причем самое потешное Что команда, которая делала резистанс Сделала, например, интерфейс Ближе ко второму резику Чем к третьему Там, по-моему, Большинство сайтов Сурова, насколько я видел И суть в том, что Ну, типа Ты такой играешь Ладно, зомби убиваешь Мультиплеер Да, надкод полное говно Ну да, кукловод Что-то сопротивляется тебе Ну, ты играешь Собираешь предметы Открываешь себе проход Напряжение испытываешь какое-то? Да нет, вообще похуй Нет, вопрос А зачем я должен в это играть? Просто возникает Короче, испытываешь ли ты напряжение От того, что ты в это играешь? Да нет, я бегаю Стреляю, мне похуй Нет, ну ты знаешь Когда мне спавнят тирана Передо мной В коридоре 2х2 метра Я испытываю напряжение В жопе Вот прям Я тебе честно скажу Передо мной же спавнили Какую-то хуйню Мне Биркина в лицо спавнили Я такой А, да, да Я такой Ну, Биркин, ладно Ну и что? Ну и похуй Я ему сейчас глаз отстрелю И все Ну ладно Ну, Биркин, и что? Ну, то есть Ты к этому относишься Как к кооперативному шутану Это как, знаете Бля, я даже, знаешь С чем это могу сравнить По ощущениям По результирующим Все очень зависит от того Кто кукловод И в лучшем случае Это будет Насколько он прокачан Эти миссии С побегом из гнезда Из Gears 5 Да Да Ну, в Gears 5 Миссию делали Короче, дизайнеры А здесь ее делает Вам другой игрок на ходу И поэтому получается Какая-то такая сратость И типа В Gears 5 Это был один режим На всю игру А здесь это продают Как отдельную игру Плюс Ты же видел Насколько там Узкие коридоры Да И я просто После двух матчей Я такой Ну хорошо Я посмотрел Весь контент Который тут есть Причин в это играть Не существует Вообще Ну то есть Зачем играть В Resistance Кто-нибудь Может мне объяснить Играя за кукловода Ты просто Пытаешься Опрокинуть на врага Как можно больше Всего всякого И от тебя Не зависит Справятся ли Они с этим Играя за выжившего Ты просто Пытаешься Собрать Сколлекционировать Как можно Больше всякого И быть наиболее Эффективным В убивании Зомби Какой-то Глубины Каких-то Хитростей Каких-то Супер Комбинаций Между персонажами Я не нашел Неткод еще Вдобавок Какой-то Не очень хороший Ты тогда По зомби Стреляешь По ней Пуля легает С полминуты Я вот на это Смотрю И такой Ну оно существует Там онлайн 2000 Не ну типа Эта игра существует И типа Ну ладно И через две недели Когда хайп По резиденту Третьему Закончится Она перестанет Существовать И что И зачем Ну Короче Давай так Если бы ты оценку Ставил резистанс Какую бы ты поставил Оценку резистанс Ну знаешь Это что-то уровня Амбрелла Корпс Если ты помнишь Не Амбрелла Корпс Хуже Я думаю Я думаю Что резистанс Чуть-чуть Она чуть-чуть Она чисто Вылизана Чуть лучше Но Амбрелла Корпс Полный Амбрелла Корпс Это полная Хуйня На 2 балла Может быть На полтора Амбрелла Корпс Это на 3,5-4 Вот я тоже так думаю Да Я думаю Что резистанс Это что-то из разряда Ну там Типа 3,5-4 балла То есть Это игра Которая Это игра Сам факт существования Который должен был Подвергнуть Быть Некому скепсису Ещё на этапе Типа А надо ли оно А для кого оно Не знаешь Мне обидно На самом деле На самом деле Они ведь давали на это деньги Да И вот силы и ресурсы Которые они давали на это Могли быть пущены На резик 3 Ну да Он бы был подлиннее А они отдали вот на это деньги Ну типа Может они думали Что там микротранзакции Будут покупать Не знаю А там же прокачка Только через лутбокс Клево Ааа Время запустить Донейшн Это звучит Спасибо Дрюэй Это за обзор Резидента Я вил тебе копеечку Хочу сказать По поводу Внешнего Видом Пада Цоны Он прекрасен Не вижу Ничего схожего С мпадом А ксбокс Люди Почему-то Многие Пишут Что они Скопировали В лутбокс Вот дебилы Оу Это же Стандарт Именно Скопировали Лил Пук Дикпик Донатит Когда видел Все эти новости По типу Патриарх Кирилл На своем мерсе Проехал с иконой Молитвой против короны Или корону Занесли американцы Пока не услышал Что это на полном серьезе От своих бабки и деда Нам пиздец Если все-таки Есть надежда на будущее Лил Пук Как я всегда отвечаю На вопросы Ебучим паникерам Конечно тебе пиздец Ты сдохнешь Как свинья В канаве Умоляя о пощаде А я буду спокойно жить Потому что ты человек Который Ну как бы Типа есть немножко яиц А тебе Тебе конечно пиздец Никакой надежды На будущее нет Все тупые Все дегенераты Путин будет править Вечно Россия будет уничтожена Ядерным ударом Анунаков Все плохо Доллар рухнет Все сдохнут И прочие Апокалиптические прогнозы Которые вы так любите Слушать и хотите услышать Для тебя будет Полный пиздец А тебя еще и посадят А в тюрьме Выбуд Поэтому как говорит Клауд Brace yourself Блять Ну Главное Два или три стрима назад Отвещал на такое же Нытье Ну типа Не ну там был совсем Там была русофобия В духе Тупые русские Тупые русские Здесь хотя бы Русофобия нет Но Ну правда Вот типа Пиздец Да тебе пиздец Да Мне нет Мне не пиздец У меня все будет Как-то ну будет Так что Да Всем пиздец Да Апокалипсис наступил Все Блять Я просто к тому Что была вторая мировая война Была холодная война И тут такая Коронавирус Здорово И люди такие Все нам пизда Ну типа Ну перестаньте Камон Оу е Это же стандартная инвестиция Мы половцев пережили Блять Ребят Ну как бы Ну Что-то руководство этой страны Мне все больше напоминать Разработчиков танков Ньюфак Блять В смысле все больше Ты еще не понял Не понял Ладно Я просто правда Очень не люблю людей Которые вот такие Типа Ну пиздец Наслушаться Никого там Кто у нас там Пророки апокалипсиса Демура там Кто еще Кто у нас Честно без понятия Я не смотрю Просто На ютубе Всем пизда Рубль по 300 Все умрут от голода Все сдохнут Ой блять Путин будет править И вечер Шансов что-то исправить Нет Все вокруг Дебилы Ой Спасибо Данте Экстрим Я больше не буду рекламировать других блогеров И других стримеров, чтобы вы им не донатили Я хитер Во время холодной войны каждый день живешь под страхом ядерного удара А тут чележ дома Да я не к тому, что это самое Что ситуация неплохая Ситуация плохая, но просто вот фраза из разряда Нам пиздец Я не понимаю, что человек, который спрашивает Нам пиздец, хочет что-то Да, 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 нам пиздец Вот это хочешь услышать, или что? Я правда не понимаю Да, тебе пиздец Все, пока Можно видео в чат с этими самыми, с бодрыми ребятами, которые гроб несут Специально для него Ну, я просто думаю, что человек вот этого ждал Оу, е Это же стандартная инвестиция ЕМРПРО Спасибо Нет, Гайгена никакого на стриме не будет сегодня Оу, е Это же стандартная инвестиция В Испании вводят безусловный безовый доход навсегда Спасибо за стримы В Испании вводят безусловный доход О И тут из угла такие, кем юнисты О А это не коммунизм, нихуя Это левый либерализм, добро пожаловать Ну или как его там называют, технокоммунизм, блять Вот это вот, ну вы поняли Короче, безусловный базовый доход Знаете, что такое безусловный базовый доход? Это охуенно Это просто охуенно Это означает, что ты, оставшись без работы, не сдохнешь в Канаве Это означает, что ты можешь начать Ну вот, например, тебе нужно потратить 6 месяцев, чтобы начать какой-то бизнес И ты знаешь, что ты не сдохнешь работой над открытием своего дела Смекаешь? Безусловный базовый доход это охуенно Всем рекомендую Ну да, вот или человек хочет профессию поменять Ему надо потратить время на обучение И он не помрет от голода Это называется техни печенеги Нет, если бы я был в зомби в резиденте Я бы был так называемый Трахмезис Я бы гонялся за Джилл Не с криком Старс, а с криком Детка, ты вся горишь Я твой нетушитель Пыш-пыш Делал бы глазами вот так И в отличие от Немезиса Я бы щупальцами ее, конечно, трогал за другие места Но вы понимаете, за какие Немезис, короче, не умеет вести себя с женщинами Оу, е! Это же стандартная инвестиция Доводилось уже играть на Эхо Новый перс в Авере Тобиш Мои друзья всех о ром говорят Спасибо, Диус Танбас По факту же очень зависимый от скилла и цифры Аку персонаж А значит, реально полезен будет редко Я не играл на Эхо Эхо уже есть на основе в Авервочи, кстати, либераста? Не знаю, честно говоря Сейчас подойду По-моему нет, по-моему не было Ну, мне ПТР не интересен абсолютно Что лучше, базовый доход или не облагать граждан налогами? Нельзя не облагать граждан налогами Это почти невозможно Базовый доход, тема нормальная А вот облагать налогами Ну, типа, как ты представляешь себе эту экономику? Ну, это... Я не могу представить себе экономику Где граждане не облагаются налогом вообще Ребят, вопрос из чата только через Данэшнаверс Наконец-то заимел денежку Спасибо, Джонни Степанов За труды и что, скрашиваешь мои тоскливые вечера карантина Джонни Степанов, спасибо за мощную инвестицию Она даст мне сил работать дальше Потому что сил в последнее время вообще нет Я, наверное, следующую недельку почилю немножко Потому что, блядь, жестко Стрельба в офисе ЛДПР, пиздец А, ну это понятно Там Мэдисон стреляет сам в себя Очень смешно, кстати, потеха Я в потехе, ребят, мне смешно Спасибо за работу Слава супермутантам Спасибо, Лаита Спасибо, Лаита Завтра, вполне возможно, будет VR-стрим Мало кто этого ждал, но может быть Собакар, спасибо Из-за сильного падения спроса Цены на новостройки могут упасть на 30% Это твой шанс, Дрю Вот тебе 50 рублей еще Дерзай Ну если упадут, то я куплю Потому что я давно уже хочу себе купить квартиру Домик хочу себе На берегу моря Чтобы с возлюбленной, которой у меня пока еще нет А расположиться внутри Завести себе животное Ну и ватс потом там, короче Там секс побольше Как видите, у меня очень продуманный Глубокий и долгоиграющий план Который полностью Делает меня занятым На ближайшие 20 лет Какое животное Хочешь завести Ребенка, может быть Чужого Какая неплохая животинка Чужого Ребенка Та-да-дан Та-да-дан Та-да-да-да-да-дан И не говорить ему, что он чужой А говорить ему То, что у него есть стенд Ладно, извините Я больше так не буду Так наоборот, люди вкладывают деньги в квартиры Ибо рубль это помойка Квартира такой охуенный ассет Просто Вот если ты дебил безмозглый Ты вкладываешь деньги в квартиру Квартира это такой ликвидный Блять Просто пиздец Ее можно так быстро продать Просто в лед нахуй Так быстро продать можно Квартира такой Вау А в случае аренды Она себя купит за 20 лет Вот это ебанить Вот это инвестиция Пиздец Уж лучше крипту купить Если нужно именно деньги инвестировать Оуе Это же стандартная инвестиция Андрей Ты че ухуел В общественном месте без масочки Перезаражаешь нас коровавирусом Ооо Наконец-то ты понял Как работает мой стенд Токсичный динозавр Токсичный динозавр раздражает всех коронавирусом. Это мой стенд, это работа моего стенда. Распознали, наконец-то, где источник и нулевой пациент. В Украине все так делают, ибо банкам не доверяют у людей по 2-3 квартиры. Бля, прикольно, если у всех людей по 2-3 квартиры, в случае желания продать квартиру, кому ты будешь ее, блядь, продавать? Просто охуенный ассет, просто 10 из 10. Нет, я повторяю, как работает банковская система. Банковская система крепкая до тех пор, пока люди доверяют банкам. На Твиче обратно разрешили декольте. О, доход упал у пидорасов, да? Так, сейчас еще один донейшн, и мы с Либераха возвращаемся к нашей теме. Веселый молочник, спасибо. Я абсолютно не против, я уже сказал, что мой обзор будет где-нибудь там к 17-му числа. Это последний большой релиз весны, во-первых. Во-вторых, да нет никаких во-вторых, я, сука, играю в нее уже полторы недели, и все еще не прошел, это охуенно огромная игра. Но у меня, правда, уже там, наверное, получается 15-я глава из 18, но тем не менее, это охуенно большая игра. Так что... Оу-е! Это же стандартная инвестиция! Данте, давай тебя научу донатить. Всем секса за счет заведения. Данте, учу тебя донатить. Давайте поддержим сеплого пенетратора 4000 и поможем уже купить трэп-хату. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких. Спасибо, Зевс. Зевс, спасибо. Данте, извини, но я тебя буду учить донатить так же, как охлобыстин своего ребенка-инвалида ходить. Не можешь писать в чате? Это временные трудности! Заблокировали в группе? Данать! Это временные трудности! Охлобыстин и дождь заболела коронавирусом? Это временные трудности! Кстати, блядь, извините, донат. Название видео оценил Бэткомедиан, говорит, название видоса 10 из 10. Это буквально то, что мне Женя написал. Удобрено. Женя говорит, все правильности. Ну и... Так. А, это был донат от Стаси на 100 рублей. Стася, спасибо тебе большое за инвестицию. Спасибо, Стаси. Это же стандартная инвестиция. Жара 11, да. Давненько не было меня, тут и не доначал. Хоть и висит платная подписка. После твоей шутки про тебя, Немезиса, хочу мод Ретри, где Немезис заменен на Ларуйну. Бля, мод, где Немезиса заменяют на Ларуйну, это охуенная идея! Бля, можно... На Ларуйну? Я только на паровозе к Томасу видел. Бля, не, можно... Грельно, где его на Ларуйну заменяют? Бля, я бы очень хотел этот мод. И еще, знаешь, реплики вот эти вот Stars. Замените бы на реплики Ларуйны. Типа там, Let's go out, baby. Бля, это слишком охуенно. Особенно, помнишь, битву у часовни, где он как собака бегает по кругу. Я просто представил, мне такой Ларуйна. Все, как учили на тренинге РМС, блядь. Подхожу строго к слевой стороне, создаю три положительных эмоции у девушки. Сука. Кликбейтовый мир победил, алгоритм оказался сильнее. Ну, это правда. Мне жаль. Ну, это правда. Ну, мне очень жаль. Интересно, а мой обзор Resident Evil 3, можно найти по запросу Resident Evil 3, ДРЗЖ, или типа того? Потому что, ну, типа, или там... Ты в описании тегов писал Resident Evil 3? Да, разумеется. Интересно, можно ли найти мой обзор хоть где-то? Ну, там есть обзор логовиного, блядь, но это понятно. Это все ясно. Это ты в тегах именно обзор вставлял? Да, конечно. Ну, понятное дело, что по запросу обзор там Stop Game имеет больше всего. Не, я своего не вижу обзора. Надо будет потом его заренеймить обратно. Хотя, хотя бы просмотром все ок. И аудитория более широкая, и по количеству подписок после видео, конечно, это, да, это мощно. Это, 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 это прям, это красиво, да. Ну, Stop Game мы просто игру дали, как всегда, за две недели. Мне игру дали за что-то там часов до релиза, это очень помогло, спойлер, нет. У СГ обзор Халтура? Ну, я не смотрю их обзора. Главное, что у них 400 тысяч просмотров. Ваши зрители интересуются этим видео больше, чем обычно. Место в рейтинге по числу просмотров третье из десяти за десять последних, как бы. Выше него только заслуживает ли Warcraft 3 или Forge оценки свои и Doom Eternal. Но Doom Eternal это невероятная штука, потому что, сука, мне игру дали за две недели до релиза, так бывает, я так успеваю пройти. С Final Fantasy это не работает, потому что Final Fantasy большая, блядь, я отвлекался на резик. Вот. Ну, нормально, жить можно. Оказывается, Super Seducer 3 делается. Он должен был уже выйти в марте этого года, но ничего-то не вышло. Оу, е! Это же стандартная инвестиция. Спасибо, Генри. Андрей, просто трудно снимать видео с девушкой или когда-то на карантине. Не понял. Трудно снимать live-action вставки с девушками, когда ты сидишь дома. А это о ком речь? О, Super Seducer. А, ну это правда. Это правда. А я думал, ты про Гальпер. Блин. В его четырехкомнатной квартире много девушек может поместиться, я уверен. Оу, е! Это же стандартная инвестиция. Где в резиденте три контента. Я хочу контент, а там только три часа контента. А новости про восьмую часть вводят меня в ужас. Снова хоронить серию. Да, кстати, во-первых, я рад, что они делают восьмую часть. Я на это очень надеюсь, потому что ремейки заебали. Во-вторых, во-вторых, контент, ну как бы, важен не контент, а эмоции. Это ты еще раз говорил. Если людям важен контент, то они подписались не на мой канал. Им нужен канал, который называется Навал контента в корыто для свиней ебаных. И там, короче, Assassin's Creed Odyssey 12 баллов из 10. Корыто, просто контент выпадает буквально. жрал две недели. Нет, кстати, больше. Чтобы полностью пройти Одиссею со всеми DLC, надо, наверное, потратить месяц нахуй. Ну, типа, 120 часов. В часах, в часах даже больше, наверное, с DLC надо, мне кажется. Именно если ты все хочешь. Но главное, что Навал есть, 12 из 10. Навал контент произошел, а если контента нет, Грис, вот эти вот, Джорни, Джорни, что это такое? Три часа и все. Вообще никакого Навала контента нет. Говно. Last of Us, чего? 15 часов. Это же говно какое-то. Навал где? Дракман, Навал, контент где? Где огромная открытая локация, на которой надо тебе ходить из точки А в точку Б, и мобы впиздить по квесту, сука, Дракман, блядь, Навал контента должен быть. Ой, как же такие люди заебали. Оу, это же стандартная инвестиция. Блин, ты вообще с нашей планеты. Сразу видно, никогда квартиру не продавал. Надо же просто открыть магазин, и там сразу будет цена 4 миллиона кредитов, и нажимаешь просто кнопку продать. И у тебя плюс циферки на банковском счете. Все идем покупать квартиры. Спасибо. Кстати, меня Павлов VR разочаровал в мультиплеере по одной простой причине. Бля. Во-первых, у меня межзрачковое расстояние 66 сантиметров. Миллиметров, извините, блядь, не сантиметров. Если у меня было 66 сантиметров, то я бы работал в корпорации, как она, блядь, называется. Если у меня было межзрачковое расстояние 66 сантиметров, я был бы этим самым. Излили девчерта? вот это вот корпорация из начала второго, которая, блядь. О. Вот, как она там называется? Дзерка, что-то нет, дзерка, это их антронисты. Ну, короче, итарианцем был бы, Иваныч. У меня 66 миллиметров, поэтому извините. А Околос любит 65 с половиной. Так что у меня небольшое размытие все равно будет, и оно будет неизбежным, к сожалению. Но я правый глаз настраиваю поточнее, левый менее точный, вроде целиться можно, но меня Павел Фиар разочаровал, потому что, судя по всему, он работает по правилам КСа. То есть ты мушкой навелся на врага, пуля летит в пизду. Это очень странная хуйня. То есть спрей паттерн надо и тут заучить. Я правда не понял, как это работает на самом деле. Ты был бы рыбой молотом, ничего страшного. Зато бы я стрелял лазером из глаз, как мечтает Сергей Безруков. Так, Бог Император с нами, отлично! Спасибо Бог Император, спасибо. Меня долго не было. Спасибо. Дел по горло. Большие проблемы с визой. Ах, да, мелочи тебя вряд ли это тронет, но Иксп просили передать, что им нравится твой контент, и что ты один из немногих российских обзорщиков, кого интересно смотреть. Спасибо большое, я же говорю, что повышаю настроение Дрюза и на средышном стриме. И да, твой обзор первый в Ютубе по запросу Резидент Резидент Evil 3 Тебрси, даже без логина в аккаунт. Бля, ну ладно, окей. Не, ну за Дрюза никто не набирает, а вот Резидент Evil 3 обзор иногда набирают. Но мем в том, что, короче, раньше смотри, какая была история, если кому интересны детали. В 2015-14 году Ютуб очень любил поисковые алгоритмы. И ты должен был видео называть так, чтобы люди набивали его в поиске. А теперь Ютуб любит не поисковые алгоритмы, Ютуб теперь любит пихать людям в рекомендованное что-то. То есть, как бы, не человек набирает, что он хочет, а Ютуб пытается человеку чаще пихнуть то, что ему может хотеться. И поэтому вместо информативного названия видео с тегами в заголовке, теперь надо писать вот это вот. Вы думаете, с большого желания? Это то, чего хочет Ютуб? Это буквально то, чего хочет Ютуб. Он не хочет, чтобы вы искали видео через поиск. Он хочет вам выпихать, когда он захочет сам. Такие дела. Это же стандартная инвестиция. Немизис, по приветьме меня зовут МММ. А вот, ну, как бы, чем занимаешься? КХМ. Пук, ну я вот люблю в доту играть, а, тебе пора? Ну ладно. Хинтайное чудище. Сосочка девочка, почему одна? Сейчас будет два. Не стесняйся, давай-ка, без подмыва. Оп, тента ключ-пок. А подруги, помалу же у тебя часу нету. Блин, это неплохо, кстати. Это же стандартная инвестиция. Ага, контент, бля. У меня в ВОИЛ 205 суток этого контента наиграли. Вот, World of Warcraft это идеальная игра. Либерталия, World of Warcraft контента бесконечно много. Ваша оценка, ваша оценка игре. Контент из 10. 15 из 10, навал контента идет. Вот, мне реально, иногда есть люди, вот, знаешь, вот их реально ошарашит этот вопрос. Пидора, сука, знаешь, сколько стоит прыжок с парашютом? Ну, там, 15 тысяч рублей. Сколько там контента, уебок, блядь, в этом прыжке с парашютом? Контента там, сколько, пидор? Ты лететь до земли 3 минуты в лучшем случае будешь. Уебан, 3 минуты контента 15 тысяч рублей, блядь, оверпрайс. Иди, Вовку себе купи, блядь, на 3 года, идиот. Если ты спидраннер, полетишь побыстрее. Если ты спидраннер, блядь, 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 парашют, тупо это... Сабергеймс, да, данквик, да, вот это вот знамение? Skip, не раскрыти. Halo Jump. Okay, guys, okay, now we're gonna do very risky skip. It's called parachute usage skip. We're no gonna use parachute. We will just dive into the ground and hope we will survive. It's very unlikely, but we should try, because we need to break the world record, И там люди на диване сзади да, 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 ебаж. Типа, сука, только попробуйте повторить, блядь. Ну, тупо такой, скипулька такая коротенькая. Чисто там, это самое. Если повезет, скипишь, кстати, текстуру земли. Блядь, он, наверное, из самолета будет первый, последний выпадать, потому что, блядь, остальные прыгнули, у него спрыгнули. Хуй ты, блядь, зеленый свет уже, вот инструктор уже, блядь, чипсы начал есть, почему ты не прыгаешь? А я еще, я хочу побольше контента, а можно такой парашют, чтобы он, короче, в небе загличил, и чтобы я повисел подольше? Можно? Хочу больше контента, пожалуйста. Можно, пожалуйста, больше контента. Он потом еще с тропой, блядь, зацепится, нахуй, закрась самолета, чтобы контента еще больше получать. Он такой, летит, тупо такой, как на фултоне. О, навал, блядь, о, хорошо, контент, эти лохи вон за 3 минуты все прошли, а у меня идет потребление контента. Я просто представил себе эту дубь, блядь. Ой, блядь, потеха. Блядь. А что, если он после взлета будет орать на инструктора? Типа, что за хуйня, ваш прыжок с парашютом, блядь? Что, что это за хуйня? Ты у меня что-то после приземления? Нет, типа, прыгает он такой с парашютом, и он начинает орать, ваш прыжок, хуйня, знаешь почему? Потому что это бэктрекинг. Здрасте. Типа, сука, зачем я в небо поднимался, чтобы потом обратно, что ли, спускаться? Что за дебилы это придумали? Контент мне навалить. Господи, просто отрастить себе крылья. Ой. Крылья-то отрастить, это сложно довольно. Зато весело. И потом он делает рефант прыжка, да, и идет покупать себе что там, идет себе покупать куки-кликер, блядь, какой-нибудь ебучий. Ой. Так что про меня говорят в Минске? То, что я враг народа? Нет, что ты отличный обзорщик, один из немногих в России, кого можно смотреть. Хорошо. Я рад, я рад, что они так считают. Это не от меня. Вернее, так считает Виталик, Миша тебе мало чего знает. Ну ладно, хорошо, я очень рад. Я тоже себе летом, скорее всего, попробую завести второй канал, но только надо кого-то найти, кто будет на него видосы заливать, потому что мне крайне лень его вести. Я себе хочу найти девушку-оператора, которая будет просто за мной ходить, я буду пукать в камеру, короче, я буду просто с утра просыпаться такой. Здорово, это мой лайв-канал, пук как, пук как, пук как, готово, подписывайся на канал, я думаю, там будет сто тысяч уже через неделю, а миллион, ну уже, ну как бы миллиончик уже через полгодика, потому что это то, чего Ютуб, блять, хочет буквально. Всем привет, ребята, главная новость дня, я сходил в туалет и накакал, подписывайся на канал, посмотри на говно, давай, обязательно, все, давай, братюня, завтра увидимся в это же время. Я проснулся, с какой ноги я встал, голосуйте в опросе, блять, который сейчас возникнет в подсказках, слева или справа, и правильный ответ, слева, и что мы сегодня будем делать, мы пойдем кушать яишенку, я думаю, что миллион подписчиков будет, главное, это чтобы контент выходил дейли, Ютуб будет продвигать нормально. Ты забываешь две важные вещи, так, первое, посади ребенка перед камерой, нет, а второе, дай ему котика, ни в коем случае, никакого ребенка нахуй, ты что, ты забыл, сразу же просмотры добегут. Нет, детский контент, нет, все, никакого ребенка в кадре будет не, ребенок будет подбегать к кадру, он получит пизды, улетит, никакого ребенка в кадре не будет нахуй, ребенок в кадре, в чем проблема, не понимает человек, ладно, хорошо, закон в пиндосе принят, по поводу детского контента. Да я в курсе. Ну? Я говорю, делай детский контент. Нет? Тебя за это отъебут, там, там очень строгие, там, рестрикшены, демонетизация, нахуй мне это надо. Тем более, я не для детей явно. У тебя будет первый лайв-канал, который наберет подписчиков больше, чем основа. У-бум! Блядь, и тут такая немагия из-за угла, там, или все остальные, ну, типа, лайв-каналы часто набирают больше подписчиков, чем основа. Как бы иронично это не звучало. На какал виде чего? Да, тоже это обсудим. Ребята, всем здорово, Андрюха на связи. Сегодня мы с вами обсудим, как я ем, так как я живу в Рязани, я ем хуйню всякую по утрам, потому что мне лень готовить. Сегодня я научу вас делать бутерброд с докторской колбасой. Let's go, let's go, let's go, let's go! О-о-о! Или там должна быть на фоне еще какая-то в лайв-блогах очень плохая функциональная музыка. Вот знаешь, вот эта вот такая, о которой все забудут через 3 секунды. Но все это должно сниматься на дорогущую камеру. 8K, Redmi Super Pro, Sony A7S, блядь, Panasonic, Full HDR, сука, и должны снимать, как я готовлю бутерброд. Обязательно. И реакция на реакцию там снимать буду регулярно. Но, как бы, ну, а XBT не признают, что они инфоблядки? Они, им бы стоило. Ну, потому что это, как бы, тут не отвертишься. Вне зависимости от того, насколько полезно то, что они говорят, а оно не всегда полезно. Иногда полезно, иногда нет. Вот. Надо признавать, кто ты. Как Густаво Фринг это делает. Очень рекомендую посмотреть Better Call Saul, если кто не видел. Хочу заметить, кстати, что это забавный момент. В Better Call Saul и Breaking Bad есть только один антагонист, который не осознает себя антагонистом. И это женщина. Это вот эта вот, которая работает в Мадригал Моторс. Как ее там называть? Она, кстати, сексная довольна. Я не помню, какой ее зовут, но она единственная, кто находится в полном Денайле, типа того, что она делает. То есть, у Гуса нет проблем с тем, чтобы понять, кто он. В принципе, у Саламанки тоже нет проблем с тем, чтобы понять, кто он. То есть, они такие, ну, я типа, ну, как бы, дай, моя жизнь криминальная, блядь. А она в Денайле находится в жестком, единственная. Да, Лидия, Лидия, которая, да. Майк тоже понимает прекрасно, чем он занимается. То есть, это очень прикольно. Там нет этой тупорылой истории, когда антагонист полностью считает себя, ну, типа, добрым, пушистым. Мне особенно Гус Фринг в этом плане нравится, хотя Гус Фринг хладнокровный убийца, что пиздец. Какая нахуй Скайлером? Люди, которые считают Скайлером антагонистом Брэйкин Бэт, вы ебанутые? С вами все в порядке? Не, я понимаю, что она раздражительная была, когда была беременная, но это не делает ее антагонистом. Он не был таким, пока его друга не убили на его глазах по его вине. А по его ли вине убили друга-то? Друга-то не по его вине убили, нихуя. Я помню эту серию. Макса убили за то, что Макс начал вступаться за Гуса. И всем был, ну, типа, ну, как бы он немножко переусердствовал откровенно, и просто его треп надоел Саламанке, младшему, насколько я понимаю, точнее, ну, который старше, который потом в инвалидном кресле остался. И Саламанка просто его застрелил, просто потому, что Саламанка это агрессивный, обезумевший психопат, нахуй. Но у них вся семья такая. У них в семье все уроды. Кстати, у нас в семье Саламанки есть хоть кто-то не ебанутый. Нет, они все ебанутые, поголовно. Старший, Тука, Лала, братья, они все ебанутые, поголовно. Так что, типа, такая семья, крепкая, как говорится, крепкая. Так. Давайте научим человека слушать ушами, чтобы таких вопросов больше не было. Саламанка долбоеб, ну как сказать, он довольно успешный драглорд был. Так, пока донатов нет, давайте резидент еще обсудим. Либерталия, что в резиденте тебе не понравилось сильнее всего? Сейчас, секунду. Не понял. Мне не все. А почему, а почему Юля вышла из беседы? Не понял. Что происходит? Что там произошло? Не понял. Не знаю. Ничего не случилось. Там вроде даже никто ничего не писал. Не понял. Потому что я вижу. Не понял. Ладно, потом разберемся. Не знаю, с чем мы связаны. мискликнуло, может. Гектор хоть что-то полезное сделал под конец жизни. Ну как сказать полезное? Ладно, понятно. Юля ушла, пассажир. Окей, ладно. Нет, она обиделась на то, что чат мне не донатят. Это официальная позиция Юли. Говорит, чат тебе не донатят, я ухожу. Грустно, конечно, но что поделать, пока Юля. Либерак, что тебе не понравилось в третьем резиденте? Честно, мне абсолютно не понравилось. Секция в больнице. мне не нравится вот эти, знаешь, геймдизайн, там прямиком из начала нулевых, когда тебе дают обороняемую зону, и просто заставляете 10 минут бегать по ней. господи, поставь мне на дворе 2020. Так я на всех прошел, я на всех на дворе 2020, ну не делается так. Мне наоборот, мне наоборот понравилась эта секция на нормале, потому что хоть какой-то экшен и типа ну... экшен есть, она дает тебе стрелять, но когда ты понимаешь, что тебя весь экшен заключается на что-то стоишь, отстреливаешь монстра, он уваливается снова и так далее. То есть там нет разнообразия вот этого вот обороны, там просто 4 окна. Бля, поставь себе музыку из Пайдэй 2 и продолжаешь. Знаешь, там Pursuit on Progress, там и там звуки сирены еще, и будет забавнее. Нет, так понимаешь, в этом прикол, что даже в Пайдэй там разные на тебя нападают полицейские, а здесь одни зомби и два бета-охотника на всех уровнях сложности. Я не помню, там по-моему на стандарте тоже два бета-охотника. То есть один точно появляется, второй я не помню, это типа особенности кошмара, но по-моему он появляется. Миксер подшакаливает картинку про пускадров 45%, извините, я уж начал как бы стримить, уж не буду перезапускаться. Я, может быть, ночью VR постримлю, хотя у меня тут непройденная финалка. Не, финалка реально охуенно большая, я финалку прохожу на 100%. Я вам не Логуинов, который там напукал в 20-10 часов. А, это шедевральный ремейк! О, шедевр! Шедевр! Нет, то есть я получил финалку очень рано, как и все остальные. Но мем в том, что она 50-часовая. И мне еще надо было отвлекаться на 3 дня на Resident, ну, чтобы сделать видос по Resident. Такие дела. А то и на 4 дня. Так что, вот когда он выпустил обзор, он мог поиграть на часов 15, и все. Это просто факт. Вот, он мог поиграть 15 часов максимум. И то, если безвылазно. А в этой игре очень интересные события происходят ближе к концу. Поистине интересные. Финалку, финалку. Финалка 50 часов где-то занимает. Персона 120. Google запустила бесплатную версию стадия, но жителям России это недоступно. Зачем? Песнау есть. Да, кстати, есть GeForce Now, PS Now, они получше. А, GeForce, да я его имел. Короче, вот смотрите, вот значит, ребят, миниатюра, облачные сервисы, значит, смотрите, вот это Google стадия, а вот это GeForce Now. Я думаю, что вы поняли аллегорию глубокую заложенную в этой маленькой миниатюре, в этом перформансе. Вот. Так что GeForce Now, он такой. Милтон, за случайом, так, мы поняли весь замысел, весь скрытый месседж. Если вы поняли замысел этой миниатюры, подписывайтесь на паблики Esquire сразу, Naked Science, N plus 1, Искусство, на Луцая, на меня обязательно подпишитесь. Сразу, сразу, на Философия Ницше, Мысли Джокера, сразу подписывайтесь. Movie Science на этого самого, на End Action подпишитесь. Сразу, вы, все, вы человек культуры. Это же стандартная Вы разбираетесь. Хуевая фоновая музыка в этих видосиках делится на два типа. Та, которую ты забудешь через три минуты и та, которая будет играть в голове даже на смертном... Бля, музыка, которая в финалке играет в порушенном туннеле, она теперь в моей голове навсегда нахуй. Вот эта, которая... Так, сейчас хочу ее найти, сука. Я не могу это воспроизвести, потому что это невозможно воспроизвести. Я сейчас попытаюсь ее найти. Бля, я сейчас попробую ее найти, потому что саундтрек выкладывали, она такая ебанутая, как будто ее колледжи писал. Тоннел мьюзик, вот, блядь, как будто ее писал колледжи, она настолько же ебанутая. Господи, а у нас нет полного саундтрека? Ремейк саундтрек. Значит, мини-саундтрек, вы что, охуели? Какой еще мини-саундтрек? Флауэрс Блюмин, это черч. Нахуй мне это надо, мне нужен не мини-саундтрек. Я хочу музыку, которая играет, когда ты идешь по туннелю. Она такая ебанутая, абсолютно. Это самая ебанутая музыка, вот, самая ебанутая музыка, которую я слушал за последние полгода, это мотосайкл Чейс из финалки и вот этот вот туннель. Я так хочу ее найти. Бля, я не знаю, можешь поискать вот здесь те выказки. Может, там среди них есть. Сейчас, сейчас открою. в смысле, 2007 год, братан. Альц, бля, да, не проебал. Она такая поехавшая. А, вот, Final Fantasy 7 ремейк, может, вот здесь есть. Вот здесь есть батл тема. ну, батл тема тут, понятно, крутая. Нет, я хочу на ту музыку, которая, такая, такая, блядь, встратое играет в туннеле и такая потешная. Я не могу. Она супер встратое, супер потешная. Ладно, хорошо. Когда игра выйдет, я думаю, выложит. А, понятно, они удаляют весь саундтрек. Тут на канале, парни, есть куски саундтрека и там, короче, удалили эту часть. Андерниз, ротинг. Нет, нет, не то, это, это крутое, музло, это, это крутое, музло, это очень клево. инвизия была на меня. Нет, тут какое-то крутое, музло. Тут турки, саундтрек турков прикольный, может, это оно? Нет, сука, никак не могу ее найти. Оно такое всратое, я не знаю, прям. нет, 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 который, я попробую, ладно, еще три минуты, если не найду, хуй с ним, ну, просто она такая, прям, бля, впечатляюще, всратая. Так, Lorking in the Darkness, может, оно? Нет, не оно. The Red Zone, может, вот это вот? Нет, не оно тоже. Ладно, ладно, потом. Нет, Дженова, это не то, нет, она прям супер всратая. Где оно по времени? Уже есть прохождение седьмой финалки. В коллапсируем, короче, она играет в коллапсе тоннел между сектором 5 и сектором 7, и в этом коллапсе тоннел во второй половине туннеля играет эта всратая музыка. Она просто всратая. Там еще такое есть это самое, кат на голосе, на вокале стоит. Вы сразу поймете, что это оно, потому что оно супер всратая. Так что, я пока не могу ее найти. Там много красивой музыки, но это прям, я не говорю, что она плохая. Дело в том, что именно из-за того, что она всратая, она теперь в моей голове навсегда, сука. Я никогда ее не забуду. Треклист? Вы мне полный треклист скинули? Так. Это же стандартная инвестиция. Насколько сложный английский VFF7 по сравнению с 5-й персоной? British Immigration Service. VFF7 английский элементарный. Ну, то есть, я ни разу словаря не открывал. Там все очень элементарно. Господи, саундтрек, финалки, на скольких дисках, саундтрек финалки на 8-ми дисках. Понятно. Хорошо. Может, вот Midgar Expressway вот это вот может быть. Сейчас попробую. Вконтакте ее нет. Нет, ее даже на Ютубе нет. Сейчас попробую еще раз. фэнтези 7, экспресс-вэй, саундтрек. Ну-ка. Нет, это для сражений там, по-моему. Нет, это для сражений там. Он клевый, да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Может, это опять для сражений? А, не, вот оно, блядь, блядь. Просто послушайте этот пиздец нахуй. У меня новый альбом вышел. Причем, оно гораздо более криповое, когда оно играет без вот этого электрочного, чисто. А, 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 блядь. Ну, это оно, да? Да, оно потешное, короче. Если кому-то стало плохо, у вас нет вкусок в сратой музыке. Оу-е! Это же стандартная инвестиция! Мудрец Дрю Суньцзы, трактат искусства доната. Обращайте силу своего врага в слабость. Байтите их нещадно. Давите на чувство вины. Юля неожиданно покинула беседу. Этот чат виноват, донатит мало. А если это не было запланированным заранее, то примеры обращения своей слабости в силу. Многоходовочка. Это не было, в смысле, это не было запланировано заранее. Спасибо, спасибо, Грей Фокс. Название композиции Сектор 6 Экспресс Вейс Саундтрек. Но это еще неофициально, скорее всего, есть официальное название, нормальное. Но это пока единственная версия, которую я смог найти ВКонтакте. Не ВКонтакте, а на Ютубе, к сожалению. Но он такой сратый, просто пиздец. Супер потешный. Да, такой, конечно. Да, большую часть времени вот тут играет. Эта музыка настолько, типа, антиклиматичная, что даже потешная. крайне крайне всратая музло. Но у меня оно больше не вылезет из моей головы. Поставить на донаты? Нет, не буду. Я смотрю, спалерить музыку в игре. Спойлер, там охуенная тема для махача. И когда оно начинается, у тебя, у тебя яйца кипят, когда начинается махач. А если еще скажу, что во время битв в этой игре надо дохуя думать, ну как относительно дохуя надо думать, то, ну на ходу там ничего особо сложного, если ты прокачан, хорошо, нет. Почему ты так часто кусаешь губы? Потому что я не могу укусить твои бэйби. Нормальный ответ пойдет? Сколько Устин Пауэрсов из десяти? Я думаю, тут мужик из золота из десяти. Тут такое, он говорит, что Бэрис силово пробовал. Хуяк такой на эту шутку. Я смотрю, ты давно не смотрел Энгри Джо, да? Не, я смотрел. Так. Что там с физикой, груди и тифой? блядь, сука, в игре глубокий драматичный сюжет. Боевка всратая немножко. И тут такой Небожанов, что там по сиськам? Не, кстати, физикой груди Джилл вполне нормально, должен заметить. Да, жаль, что она умрет. А кто джил? Блондинка в Рюнт. Нет-нет-нет, Джесси умрет, джесси умирает в финалки. Но, но, что если вам скажу, что в оригинале умирали не те люди, которые умирают в ремейке точнее некоторые да некоторые нет значительно сюжет изменить значит ну как сказать значительно ключевые моменты некоторые там концовка вроде другая да да и из трех человек которые должны были умереть умирают 2 и по ключевым моментам и все что я помню именно про прям по ключевым ключевым который многое бы меняли моя говорю тоже слышал я не играл мне просто последнее время вообще не до игр было так иногда по вечерам играл sleeping dogs спойлеры финалки так мем в том что она больше типа не канонично и это прикольно это же супер мастер спасибо извини пожалуйста скипнул быстро спасибо нет жил в резиденте джесси финалки но про финалка я буду делать такой нормальный обзор то есть то есть я постараюсь побольше у меня просто отдохнуть доиграть и я просто немножко устал ребята сделал три обзора за две недели такое дирьми брэйк please финалка будет обзор на последний большой обзор а ты как бы этой весны все ласт вас убачить спокойно сможешь со мной пойти в предыдует архантин граунта да 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 что в это самое такой сделай обзор финалки как следует большой так и тут такой либо либертали игра окончена название такое же будет как президента вилл 3 вам понравится название вам название понравится давайте доживем сначала самое сложное это сделать обзора не назвать его назвать его кто-то сказал предейтер да в воздухе беспилотный предейтер воздухе наш беспилотный разведчик предейтер обнаружен предейтер уничтожен андрей они же добавили в новом сезоне баклот они добавили баклот бля слушай баклот был в оригинале одной из самых простреливаемых карт мне вот теперь интересно нет нет близко нет без цему по крайней мере я не чувствую прострелок баклот в оригинале состоял из жестяных поверхностей которые хорошо простреливались и в этом была его фишка более того баклот это идеальная карта с точки зрения левел дизайна потому что разработчики знали что она простреливается и в тех местах где они не хотели бы чтобы она простреливалась они поставили железные непростреливаемые контейнеры более того сейчас найду чтобы вы понимали насколько баклот хорошо простреливался вот игре четыре года до сейчас какой игре 4 ну представьте ситуацию возвращаемся в 2011 год к лавдуде четыре года так сейчас подождите можно можно пожалуйста я тот самый валбанк короче но это скорее всего это скорее всего фейк это не то я хочу я хочу найти может у гулять у кого-нибудь из топовых ребят чтобы валбанк баклот и просмотров был побольше нет не за сегодня короткий и пожалуйста и и джи хотя бы мне дайте там есть просто охуенный валбанк вообще был на балку на боку тебя дохуя охуенных валбангов но просто представь игре четыре года до 2011 год и в 2011 году происходит вот это я в чат скидываю это же конкин который повторяет слова по всего по два раза скорее всего однофамильцы с моим преподом вячеслав вениаминович нет у нас как-то по-другому звали я короче скинул вот просто смотри что спустя четыре года нашлось блять да и ну типа а знаешь что это убивает так что прострел убивает человека который на противоположным респе забрался на знак блять автодорожный чтоб делать прострел на точку а вот такой вот deep gameplay сука это вам не плоские шутеры современные то есть есть классический прострел абсолютно классический сейчас покажу у меня он в первом с оси рейтеде был если он еще есть блять где-то здесь на просторах ютуба именно 1 с оси на этот не второе именно вот самый 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 первый наверное его не найду уже нет не найду но вот короче чтобы законтрить этот прострел придумывали еще придумали еще один прострел вот такой вот пиздец да это контр прострел дефолтного прострела но на самом деле очень тяжело исполняется и в него есть старый минус ты тратишь на него массу времени которое можно потратить на то чтобы занять эффектив более эффективную позицию скажем так так что баклот это вообще пиздец там волбэнгов до ебени было я не знаю не знаешь чисто по поводу расстановки не поменяли ничего но именно прострел мне к столе хуже намного ну типа да наверно просто баклот это карта на которой прострелы играли очень серьезную роль и не без причины это была часть лавил дизайна карта была сука вся простреливая мои почти кроме тех мест которые запрещали простреливать из респа на респ например такие вот дела и вообще смог в игру зайти показать пару фишек но у меня на не установлены пока что такие дела это же стандартная инвестиция как мы прощаем мой мой сына власть длинным мечом дерет блондинку я не буду говорить как я назову обзор потому что название настолько гениально что если назову его его спиздит игорь линк поэтому мы не будем этого делать в игре от он не простреливает фанель фанеры чтобы дубов не ебали как бы надо понимать так сейчас на ваши донаты поотвечаю и пойду играть финалку а потом может быть мы устроим сверх стрим может да что делать если таракан который заполз в квартиру если таракан который заполз в квартиру будет уэда хаббинджи ве destruction теперь надо сделать следующее позвонить на стадель поставить в известность совет стадели позвонить спектром и все будет нормально чет как маленький то ёпта чет разволновался а совет стадели тебе не поверит запиши их на диктофон чё как маленький то такс вроде кувш пока все ладно ребята вас пока что отпущу у меня горло с тех пор я озвучивал обзор президенту немножечко в себя не может прийти пока еще вот поэтому распускаю отдыхайте спасибо вам за инвестиции я пошел финал куда пройду блять нужно надо это проходить и ну к концу следующей недели обзор финалки но чтобы не заскучали пока мы делаем обзор финалки я сделаю что-нибудь еще он наверно промежуточное промежуточное окей окей все ребят давайте скоренько увидимся